Канализационные стоки заполняют подвалы в Караганде, а в городе забит основной коллектор. Решить проблему пытаются уже больше двух месяцев, но ситуацию обострил Паводок. Юлана Чаус продолжит тему. Где мокрое, сырое, вот до сюда вода поднялся. Это где-то полметра? Полметра, запросто есть полметра. Воду из подвала этой новостройки откачивают уже неделю, но она прибывает. Уже жители возражают, уже канализационный запах до 10 этажа доходит. Вода в подвалы поступает из колодцев главного городского коллектора, а они переполнены. Вот видите, уже все мокрое, вот оно вчера, вот оно выливалось через верх все уже. Звонили в аварийную, ну ничего не могут сделать, потому что мы ничего не можем сделать, коллектор не справляется. 600 метров огромной трубы, по которой проходит 70% городских стоков, оказались забиты прочным полиэтиленом. Несколько лет назад им оклеили старые трубы. Так отремонтировали изношенную систему канализации. На данный момент на коллекторе производит работа подрядная организация по очистке коллектора номер 10. Мы думаем, что до конца недели мы работы все произведем. Да, они вытаскивают и чистят ил. В ситуации усугубили паводки. Большая часть сталых вод попадает не в ливневую, а в общую канализацию. Чтобы пропустить огромную массу воды мимо забитого участка коллектора, экстренно прорыли открытые траншеи. Но мера эта временная. По мнению экспертов, в городе давно необходимо строительство нового коллектора. Его проект был разработан еще 25 лет назад. Милан Чаус, Айрана Камбай, Зарина Залпухар, Хабар, 24, Караганда.